В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! Военная прокуратура Южного региона начала расследование смертельного пожара в Херсонской области. Трагедия произошла в военной части в селе Красный Чабан около четырех утра. Шесть военнослужащих погибло, еще 12 получили ожоги. Сейчас пострадавший находится в больнице. Причина пожара – нарушение правил безопасности. Один из солдат попытался растопить печь бензином. Сейчас он задержан. Военному грозит до восьми лет тюрьмы. Військовослужбовцы, дея кого спричинили пожару, затриманного в связи с подозрой в члене криминального правопорушения, вырешивается питание, что до обранья для него запобежного захода выйдет романия под вартою. Досудовое расследование тревает. Дважды убитые в Ильичевске разбили мемориальную доску с изображением погибшего героя АТО Виталия Шума. В сентябре солдаты всем городом провожали в последний путь, а в декабре установили в его честь памятную доску. Родители Виталия обнаружили на ее месте лишь гранитные осколки. Ночью они слышали выстрелы, которые, по их мнению, и уничтожили мемориальную доску в честь их погибшего сына. Подробности далее. Это был звонок начальнику милиции. И так отреагировали ильичевские патриоты на циничный акт вандализма в их городе. Разбитую мемориальную доску погибшего в зоне АТО Виталия Шума первыми увидели родители героя. Убитые горем отец и мать собирались с утра на кладбище к сыну. Доска была установлена на доме, где жил солдат украинской армии, поэтому они и стали первыми очевидцами последствий акта вандализма. Это, мне кажется, большой грех. Это вандализм. Нам второй раз, с утра пришлось пережить второй раз, чтобы убили нашего сына. Все равно, что ночью в сердце. Я не знаю, какие люди хотели бы стрелять. Пусть бы лучше ехали в АТО стрелять. Родители Виталия говорят, под утро слышали возле дома два громких выстрела. Предполагают, что именно они и разрушили мемориальную доску. Выхожу с подъезда и смотрю это. Расколота доска. Витальчик. Подошел, я сразу это самое посмотрел, потому что удар этот. И я вспомнил про выстрел. Это только стреляли в эту доску. Кому могло прийти в голову надругаться над памятью погибшего героя, устанавливают правоохранители. В то время, как родители продолжают оплакивать невосполнимую утрату. В комнате Виталия много фотографий, которые дороги родителям, как память о сыне. Виталий Шум погиб под Мариуполем, недалеко от Саир-могилы. Смерть настигла его в июле во время одной из танковых атак со стороны боевиков. Хоронили и оплакивали всем городом. Тогда в Ильичевске впервые был объявлен траур по погибшему в зоне АТО. В школах города в его честь установлены стенды с историей жизни героя. Ильичевские волонтеры обещают, что помогут милиции найти злоумышленников, которые совершили акт вандализма над мемориальной доской в честь своего погибшего земляка. Две тысячи противогазов будут защищать украинских военных в зоне АТО. Их одесским волонтерам подарил один из жителей села Марьяновка Ведеопольского района. Пенсионер и бывший морской пехотинец. Василий Тимофеевич собирал их еще с советских времен, на всякий случай. Все это время противогазы хранились у него в подвале, в деревянных ящиках. Всю свою коллекцию он решил передать украинским военным. Полсотни ящиков с ценным грузом привезли в волонтерский штаб на Лонжероновской 3. Сейчас их осматривают волонтеры. Говорят, состояние отличное. Сейчас ситуация такая, что есть подозра, например, как в Донецком аэропорту была подозра, что россияни используют газ против наших бойцов. Также есть много химических предприятий в том районе, где ведутся боевые действия. И если целонаправлено, или случайно туда попадут снаряды Граду, то чтобы был защит наших бойцов от химической оружии. Все противогазы тщательно упакованы в пакеты вместе со всеми комплектующими. Вскоре их отвезут нашим военным в зону АТО. Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в ДТП. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного ВД Владимир Шаблиенко. По его словам, авария произошла в воскресенье на проспекте Шевченко около половины 11 вечера. Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan выехал на встречку и врезался в Mercedes, в котором на пассажирском сидении ехал городской голова. По предварительным данным, водитель Volkswagen был в состоянии алкогольного опьянения. Геннадий Труханов получил травмы брюшной полости и грудной клетки. На данный момент ведется следствие. В Одессе горел цех по производству билбордов. Очаг возгорания находился в одном из цехов неработающего завода «Центролит». Пожар случился в воскресенье в первой половине дня. Сам огонь распространился по крыше. Загорелись деревянные, пластиковые и полимерные рекламные щиты, а также полиэтилен, находящийся в цеху на общей площади около 120 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. При вскрытии дверей сразу при входе было обнаружено кислородные и углекислотные газовые баллоны, которые задействовались для проведения работ в данном цеху. Пострадавших, погибших не было. В одном из бильярдных клубов города правоохранители задержали мужчину с арсеналом боеприпасов. При осмотре у него в сумке выявили 18 ручных гранат, такое же количество запалов и более 2000 патронов калибра 5,45. Две гранаты были приведены в боевую готовность. От пояснений задержанный отказался. По указанному факту, открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины. Вышеуказанный гражданин задержат в порядке ст. 208 УК УК. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению канала поступления данных боеприпасов на территорию города Одессы. Отметим, что в связи с проведением оперативно-профилактической отработки УВД области просит граждан сообщать о подозрительных предметах или людях по номерам. 779-40-92, 779-40-61, 779-45-61, либо в ближайший отдел милиции. На этом пока все. Больше информации смотрите в следующем выпуске в 4 часа. Все самое интересное здесь. Субтитры создавал DimaTorzok